Солнышко Зайчик солнечный блестит Солнце шлёт его с небес Улыбайся, Шишкин лес Еноточ, а сегодня ты останешься на тренировку для ума? А то я одна ни за что не разгадаю ребусы Шунь, ну конечно, конечно я останусь Мне эта ваша физкультура для ума очень понравилась Здравствуйте, друзья Здравствуй, Лёш Здравствуй, Лёш Енот, Енот, я рад тебя видеть на нашей тренировке снова Я вижу, она тебя заинтересовала Ой, даже очень С удовольствием ещё разок поучаствую Отлично! Чтобы лучше и быстрей соображать Постоянно надо ум тренировать Детвора пришла пора Мы займёмся физкультурой Физкультурой для ума Ну что ж, начнём нашу тренировку Начнём с лёгкой задачи Это будет разминка Отгадайте, что лежит в этой сумке из прутиков Название этой сумки состоит из семи букв И это ещё не всё Первые три буквы этого слова Подскажут, что находится внутри сумки Ну и ну, как трудно Ну, что тут трудного? Сумка из прутьев Это же... Еноточ я знаю Это корзина В слове корзина как раз семь букв А лежат в корзине... Ой, кор А что это такое, кор? Не знаю Я не знаю Значит, корзина – неверное слово Вот так задачка! Мне её не разгадать! Шунь, а давай подумаем Как эта сумка из прутиков ещё может называться? А я вспомнила! Это лукошка! Правильно, Шунь! А лежит в лукошке лук! Ну вот, молодцы! Справились! А теперь задача на смекалку Слушайте Рыболов за две минуты поймал четыре рыбки За сколько минут он поймает восемь таких же рыб? А при чём тут смекалка? Всё очень просто, Лёш! Неужели? Ну да! За две минуты он поймал четыре рыбки А восемь рыбок он будет удеть в два раза дольше Ответ – четыре минуты! Конечно! Тут смекалка не нужна! Посчитали вы правильно! Но ответ у этой задачки не такой А сколько же он будет ловить этих восемь рыбок? Может быть, ещё час? Или два, может и до вечера Да, здесь, я думаю, нужно, Шунечка, не считать или гадать А смекалку проявить – значит подумать Правильно! А вот скажите, от чего зависит улов? От ногого, Лёш От погоды, от наживки, от удочки Даже от настроения А ещё зависит от того, кто рядом Если это Коксик, который любит всё время песни громко петь То никакой рыбалки не получится Так какой же ответ у этой задачи? Непонятный какой-то Да нет ответа у этой рыболовной задачи Правильно, Енотыч, нет Нет ответа? А разве такое бывает? Бывает! Ведь эта же задача непростая Я предупреждал, на смекалку она Итак, тренировка продолжается Перед вами Ребус Так, слог дяд, а рядом дерево Да не простое, а с запятой на макушке А что это запятая означает? Кто скажет? Я забыла А я и не знал Я же Ребусы с вами раньше никогда не отгадывал Такая запятая в Ребусе означает, что от слова, обозначающего это нарисованное дерево, нужно отнять одну последнюю букву Понятно! Это дерево похоже на ёлку, тогда выходит, где чёлка? Такого же слова не существует, ответ не принят Шунечка, а может у этого дерева есть ещё какое-нибудь название? Енот, Енотыч, вы на правильном пути Это хорошо! Енотыч, если это не ёлка, значит ель? Хм, ну пусть будет ель А давай приладим эту ель к этому Ребусу Получается дятель Отбрасываем последнюю букву из слова ель И получается... Дятел! 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 Отлично! Всё правильно! Тренировка закончена! Я доволен вами, друзья! Спасибо, Енотыч, за помощь! Вот вернуться, Коксик, зубком, и мы им загадаем твои загадки, Лёш! Вот, вот и хорошо! А сейчас будем прощаться с ребятами! До свидания, мальчики и девочки! До встречи! Всего вам самого доброго! И ангела-хранителя! Время быстро пролетело Утро сказкой прозвенело Улыбнулось облакам Новый день приходит к нам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова